Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас на обзор на французский линкор восьмого уровня Ришелье. Выпала мне боевая задача из французского контейнера на данный линкор. 16 тысяч надо было набить чистого опыта и, в общем-то, этот кораблик в порту. Тем более уже скоро в грядущем патче 0.7.2 выйдет французская ветка, поэтому, конечно, хорошее подспорье для прокачки. Можно будет набрать уже опыта и сразу открыть девятку, а потом уже десятку. Итак, посмотрим, что из себя представляет данный кораблик. Оба способности у нас 63700, броня в бронепоясах достигает 330 мм и есть ПТЦ 35%, что, в принципе, достаточно хорошо для восьмого уровня. По главному калибру здесь привет от Дюнкерка, Нельсона и Изюма, то есть все башни главного калибра у нас расположены в носу. У нас всего лишь 2 четырехорудийные башни калибром 380 мм. Дальность стрельбы 25,3 км, 30 секунд у нас перезарядка, 36 секунд поворот башен на 180 градусов, 5400 урон фугасов, 36% вероятность поджога и 11900 у нас урон бронебойными снарядами. ПМК здесь представлен орудиями калибром 100 и 152 мм, стоковая дальность у ПМК 7 км и кажется, что его можно достаточно хорошо раскачать, будет как Ямато Мусаси, но какие получились результаты теста ПМК расскажу чуть дальше в видео. По ПВО здесь у нас представлено как мелко-средние и крупнокалиберные есть ауры и дальность стоковая от 2,4 до 5 км. По скоростным характеристикам стоковая скорость у нас 32 узла, если же поставить флажок на скорость и включить форсаж, а с 8 уровня у нас такой расходник появляется, то мы достигаем скорости в 36 узлов. Можно сразу поставить лайчик нашему Нептунчику, который слился в дуэли с Ленинградом, как говорится, топовая игра. Радиус циркуляции 850 метров и перекладка руля 12,3 секунды с модулем на ускорение перекладки. По маскировке, если кораблик максимально прокачать в маскировочку, то у нас получается 12,6 км засвет с кораблей, 10,7 самолетов и 15,4 км у нас заметность при выстреле из дымов. Наверное, я думаю, сразу все уже заметили, что, конечно, кораблик достаточно хорошо горит и великолепно впитывает белый урон. Действительно, цитадель у француза находится под водой практически, то есть она не торчит, и вот эти все огромные борта, надстройки, все это очень хорошо впитывает урон. Я попал под фокус, и, пожалуйста, в общем-то, каких-то пробитий, еще чего-то серьезного по мне не было. Чисто все забрали фугасами, пожарами и белым уроном. При этом, что тут я попал под фокус против кораблей-то своего и ниже уровня, то есть я нахожусь в топе. Если бы тут были корабли 9 и 10 уровня, то я бы, скорее всего, уже отправился в порт. Поэтому, играя на данном корабле, это надо учитывать, что по бронированию носом, если мы играем и танкуем, используя наши башни главного калибра, то кораблик может танковать, все остальные проекции очень хорошо впитывают урон, и фугасно, и в том числе в корму могут заходить даже бронебойные снаряды, если вы попадаете в низ списка. Поэтому единственное место, которое можно потанковать, это, в принципе, лоб и небольшой ромб. Дальше мы просто-напросто дамагоприемник. Ну и сейчас опять будет пожар. Горим, конечно, просто, как, я не знаю, смазанная бензином какая-то бочка. Так что тут на живучесть, на противопожарку, конечно же, перки просто-напросто необходимы. По главному калибру. С одной стороны, вроде как у нас калибр 380 мм, то есть не очень-то большой для 8 уровня, но, как ни странно, каких-то проблем именно с нанесением урона я пока вот на этом корабле не заметил. То есть во все проекции, хоть там в нос, в ромб, снаряды по противнику заходят и наносят самое главное урон. Далее по видео увидите, что из линкоров можно вышибать достаточно хороший урон в борта, и вот сейчас тоже по Тирпицу зашло. Причем такой урон может там зайти по Монтании, по Ямато. То есть, несмотря на свой мелкий калибр, орудия реально дамажат. Вышибают цитадельки, в том числе у линкоров, у крейсеров вообще без всяких проблем вышибают. Так что, в принципе, с уроном проблем нет. Плюс, конечно же, дальность в 25 км дает шанс поиграть от дистанции, достать где-то там противника, где другие корабли на восьмом уровне еще не могут достать. И это, кстати, опять же в бою мы еще увидим. Так что, дальность стрельбы, она никогда не бывает избыточной, и благодаря ей можно, особенно если вы попадаете в низ списка, конечно же, поиграть от дистанции. Самая главная проблема у этих орудий, это их точность. То есть, при дальности в 25 км у нас рассеивание 314 метров. А, к примеру, у того же Ямата, у САСи 256. То есть, на 20% у нас рассеивание больше, чем у данных линкуров. И реально, иногда выстрелы, как из дробовика, то есть, вроде как правильно выцелили, выстрелили, но никуда не попали. С точностью здесь есть проблемы, и вполне возможно, есть смысл поставить как раз модуль на точность главного калибра, хоть немножечко к рассеиванию главного нашего калибра убрать. Потому что, действительно, бывает, что точности не хватает. Опять же, все рандомно, когда заходит в копеечку, и кого-то даже там может заваншотить, а когда ты идеально выцелил, выстрелил, и в лучшем случае какой-то сквознячок, а в худшем вообще снаряды легли вокруг корабля, и ничего не попало. Противоминный калибр, как я уже говорил, 100 и 152 у нас миллиметра, вроде как есть ПМК, и 7 километров стоковая дальность, хочется его, конечно же, раскачать и нагибать при помощи ПМК, но здесь все не так-то просто, как кажется. Вот, кстати, пожалуйста, пример залпа по пенсоколе, все легло вокруг. Что с ПМК происходит? Во-первых, если вы играете от танкования носом, то есть давите носом на противника, то ПМК вообще не работает у нас. То есть, для того, чтобы хотя бы подключились 100 миллиметровые орудия, а у нас по бортам стоят 100 миллиметровые универсалки, и в корме стоят орудия калибром 152 миллиметра. Для этого надо уже где-то довернуть на градусов 30, тогда у нас подключаются наши 100 миллиметровые универсалочки. А для того, чтобы подключились еще 152 миллиметра, то надо вообще выставить борт. А для того, чтобы полностью активировать все 152 миллиметра орудия в корме, то вообще необходимо уже выставить полный борт и даже больше играть уже немножко на отступлении. Вот, кстати, залп по шукаку с 25 километров, и тут мне его как раз удалось добрать. Поэтому, скажем так, именно когда это ПМК можно использовать, то есть, только лишь отступая от противников, какой-то урон ПМК будет наносить. Тем более, у нас всего 6 стволов на борт калибром 100 миллиметров, и поэтому, если, например, мы давим на противника и немножечко ромбуем, для того, чтобы использовать эти 100 миллиметровки, какого-то профита от них вообще не будет. Теперь по тесту ПМК. Я зашел в тренировочку, его потестировал, и вот какие получились результаты. Всего было сделано 2000 выстрелов орудий ПМК, при этом попало всего 1100. Это с учетом того, что я стрелял с дистанцией где-то 3-4 километра вел обстрел противников. То есть, по сути говоря, точность где-то 50-55 процентов, причем это на коротких-то дистанциях. Дальше по урону. С уроном тут вообще все печально. Покуда наши орудия и сотки, и 152 миллиметра стреляют именно фугасными снарядами, то получилось 73 тысячи прямого урона за всю сессию обстрела и 231 тысяча поджогами. То есть, практически большую часть дамага кораблик именно наносит при помощи пожаров прямого урона практически нет. Но оно и понятно, калибр 100 миллиметров может даже не дамажить эсминцы, ну, 152 миллиметра без инерционника могут только там заходить в надстройки. Конечно, кто-то скажет, что можно сюда еще воткнуть инерционный взрыватель, но линкор в ПМК с инерционным взрывателем, мне кажется, что есть более важные перки для линкора, чем вот так вот извращаться. У вас практически все перки уйдут просто-напросто на ПМК и ничего не останется ни на живучесть, ни на маскировку. Но, как говорится, тут дело вкуса, но, тем не менее, в общем, прямого урона ПМК практически не наносит. Тем более, если брать линкоры, по линкорам там вообще слезы, то есть буквально 90% урона по линкорам, по хорошо бронированным крейсерам наносится только пожарами. В большинстве своем вообще наши фугасики никого не пробивают. Против эсминцев, конечно, проблем не возникает. Эсминцев фугасы забирают достаточно хорошо, особенно калибром 152 мм. 100 мм-ки тоже на них есть проблема с пробитием эсминцев. Поэтому, как бы, ПМК у нас есть, вроде как хорошая дальность, но, кроме как урона от поджога, в общем-то, ждать от нашего ПМК никаких чудес не приходится. По ПВО здесь тоже достаточно-таки показательная картина. Если вы кораблик будете затачивать в ПВО, то берите либо базовую огневую подготовку, или усиленную, или оба этих перка. Дело в том, что у нас вся аура ПВО сосредоточена в ближней и средней ауре, то есть на калибрах 20 и 40 мм. На 600-ке 152 мм, там буквально по 20-30 единиц урона и ручного управления огнем ПВО. Здесь смысла брать вообще нет, поэтому этот момент учтите и данный перк не берите. Для ПВО только лишь вот такие вот подходят перки, как базовая и усиленная огневая подготовка. Ну и как раз насчет авиков. Кораблик действительно их боится, особенно американских, потому что из-за того, что мы достаточно таки небронированный дамагоприемник, и бронебойные бомбы, и фугасные от американских авиков очень серьезно наносят нам урон, и конечно их надо всячески избегать, потому что реально кораблик не очень хорошо чувствует себя против авианосцев и под их обстрелом. Ну и если говорить про расходник форсаж, если от него польза, да, есть, мы можем поменять фланг, в случае, если попали под фокус, можем отступить, но, опять же, он достаточно ситуативный, то есть, бывают бои, когда он вообще не пригождается, если бои идут как-то вяленько, ты стоишь на одном месте, то, в принципе, от этого расходника не очень-то много пользы, но, тем не менее, он есть, и в каких-то ситуациях тоже может спасти вам жизнь. Ну и, в общем, вот, примерно урон за 100 тысяч данный линкор вполне способен набивать, даже будучи и внизу списка, и, в принципе, пока что оставило себе вполне приятные впечатления. Да.